А квадрат плюс АВ плюс В квадрат больше или равно чем 3 умножить на А плюс В минус 1. Докажите, что такое неравенство выполнено для любых чисел. Это первая наша всему решительную задачу. Вторая задача. Найдите наибольшее натуральное число, из которого вычеркиванием цифр нельзя получить натуральное число, делящееся на 11. Если все-все-все вычеркнуть, вы, конечно, получите пустой текст, который разумно считать нулем. Но вот это решено. То есть вы, вычеркивая, все-таки должны хотя бы одну цифру оставить. Утверждается, что если число очень большое, то из него можно вычеркнуть одно или несколько цифр. Вы, например, начальник делить на 11, тогда ничего не надо вычеркивать, это тоже считается, что вы вычеркнули ноль цифр. Но все-таки все цифры вычеркивать нельзя. Вот вопрос. Какое наибольшее число, из которого вычеркиваем цифры, нельзя получать натуральное число, делящееся на... Если мы в кого взяли число кратное десяти и вычеркиваете цифры, кроме 20, то это как можно... Число кратное десяти... И скажете, что я не прав. Я не прав с условием. Просто я не захотел писать длинное выяснение, что нельзя вычеркивать все цифры. А в квадрате глуби больше, чем 2а, потому что в одной минуте тут минусует. А почему? Потому что квадрат всегда больше, чем 0. То есть вы думаете, что число обязательно будет правильно. И даже, что оно не меньше двойки. То есть вы думаете, что а в квадрате больше или равно чем 2а, да? Это не всегда так. Возьмите, например, одну десятку. Одна десятая в квадрате — это одна сотая. А 2 умножить на одну десятку — это вполне смешно, что две десятки. Одна сотая меньше, чем две десятки. Поэтому, к сожалению, нельзя так думать, что а квадрат плюс а b плюс b квадрат больше или равно чем 3а. Так надо, чтобы из нашего числа нельзя было получить число, которое делится на 10. Не то, что можно получить неделящиеся, а нельзя получить делящиеся. Круглые числа можно использовать в задаче номер 2? Делящиеся на 10, то есть скачающиеся на 10. Я уже объяснил, почему нельзя. Потому что вычеркиваете все, кроме нуля, и будет... А отчетные числа можно использовать в задаче номер 2? И использовать можно все. Нужен ответ. Какое число самое большое? Как вы считаете? Самое-самое большое. Если в числе есть хотя бы две одинаковые цифры, соответственно, оно уже нам не подходит. Это верно. Все цифры должны быть равны. Максимальное число – это число, записанное цифрами от 9 до 0 в порядке, где сначала... Понял, что 0 нельзя. А, ну, значит, 9 до 1. Ага. Вы считаете, что ответ... Так, что можешь не говорить? Хорошо. А почему из этого числа нельзя вычеркнуть? Как вы считаете? Можно из этого числа вычеркнуть несколько цифр, чтобы... Да. 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 Число делилось, вы знаете. Да. И вообще, какой признак делится на 11? Что все четные места и нечетные места, но при их разности будет давать число либо 1, которое делится на 11, либо 0. Ну, 0 тоже нет. Давайте посмотрим. 1, 3, 5, 7 и 9. На сколько отмечаются от суммы 8, 6, 4, 2? Ну, смотрите. Когда вы здесь вычитаете, будет на единицу, на единицу, на единицу, ну и там... Всего будет ответ 5. На нечетных местах отличаются от суммы те, что на четных этапе. Отлично. А если какую-нибудь цифру мы одно или несколько вычеркнем? Ребята, а тогда будет так. Ну, я не знаю, что-нибудь остается, скажем. 9, 7, 4, 2, 1. Смотрите. Здесь разность равна 2. Здесь разность равна тоже 2. И здесь разность равна чему? Единица. Слушайте. А ведь можно мыслям приписать сюда 0. Его нет, но как бы есть. Для разности есть. И тогда будет такая картинка. Вот это будет некая разность, и это будет некая разность. И они все лежат на отрезке между 9 и 0. А значит их сумма не больше, чем 9. А значит она не делится на 11. Отлично. Господа, а вот теперь первая задача, она на самом деле во много раз важнее, чем та, чтобы точно решить. Первая задача принципиально нужна для всех гостепластиков. Курс А8 класса во многом вот эта задача. В разных вариантах, в разных конкретных приемах и так далее. А именно, выделение полного квадрата. Давайте я сейчас это покажу аккуратно всем. Ребят, оказывается, что когда вам дают многочлен, можно его упрощать. Решение квадратных уравнений основано ровно на этом приеме. Я давайте на всех случаях быстро вам объясню. Есть какое-нибудь квадратное уравнение. Могут быть отрицательными числами, какие-то конкретные числа. Хотим мы его решить. Как в школьном учебнике объяснено, что это делается? А очень просто. Нам в школьном учебнике советуют сделать так. Написать 2 умножить на p в половину умножить на x. Плюс p в квадрате на 4. Минус p в квадрате на 4. Плюс... После этого... Я, честно говоря, очень быстро. Потому что считается, что все в школе учатся. На самом деле, кто-то может оказаться из более младшего класса. И, соответственно, вы еще не подходили. Тогда, пожалуйста, сделайте им с собой усилие. Какую-нибудь книжку возьмите после занятия. Потому что это принципиально важно. В том преобразовании, которое я сейчас показываю, на самом деле, огромная часть всего курса школьной алгебры. Потому что потом это решение... Огромное количество задачи сводится к квадрату уравнений. В том или ином. Вот так... Вот это есть новое решение, куда отправиться. То есть, главное это был вот этот переход. Смотрите, что мы здесь сделали. Выделили волны квадрата. На чем основан этот наш переход? Понятно, на чем. На формуле а плюс b в квадрате. А квадрат плюс 2b плюс b в квадрате. Давайте вспоминать для тех, кто не помнит. Квадрат суммы слона и моськи. Это квадратный слон. Удвоенное произведение слона на моську. Плюс моська в квадрате. Согласны? Ну, вместо слона можно поставить любое число. Вместо моськи можно поставить любое число. И у вас получится. Как это доказать? Ну, самый простой способ. Просто раскрыть скобку. А плюс b умножить на а плюс b. Это будет а умножить на а плюс b. Плюс b умножить на а плюс b. Когда вы раскрываете скобки, то увидите аа, то есть а в квадрате, плюс а b плюс b а плюс b в квадрате. Вот это самое а b плюс b а, это как раз и есть аа. Те, кто не любит так делать, могут нарисовать картинки. Обязательно, обязательно это надо выучить. Итак, вот есть квадрат а в квадрате, вот есть другой квадрат, это называется b в квадрате. Здесь а умножить на b, здесь а умножить на b, получается а в квадрате плюс b в квадрате плюс b. Отлично, отлично, мы доказали фон. Теперь, зная все это, идемте туда, а в квадрате плюс, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, я сразу пишу вот так. а b расписал как 2 умножить на а умножить на b в квадрате. b в квадрате как b в квадрате плюс b в квадрате плюс b в квадрате. А дальше пишу минус 3а минус 3b плюс 3. Вот надо доказать, что это больше и равно. То я теперь пишу. а плюс b в квадрате плюс 3 в квадрате минус, а вот дальше очень важная вещь. Тут было написано 3а, а я фиг. Я напишу 3а плюс b в квадрате. и еще минус 3 вторых b и еще плюс 3 и в самое время ввести новое обозначение а плюс b полам обозначить углы с тогда неравенство зависится от демокса c в квадрате плюс 3 четвертых b в квадрате минус 3c минус 3 вторых b плюс 3 больше и равно 1 ребята, а вот сейчас я остановлюсь и прошу вас доделать то, что я сделал на самом деле самый трудный момент я уже преодолел я показал вам каким образом разбираются с выражением вида а в квадрате плюс а в квадрате в общем вот этот прием вы будете учить на удивление долга и закончится это у вас у тех, кто поступит в гуманитарные какие-то институты там у балерины и так далее это никогда не закончится они это уже никогда не закончат а у тех, кто хочет технический язык у них будет на первом курсе когда будет институте наука под названием линейная алгебра и на эти самые линейные алги у них будет такая замечательная вещь приведение квадратичных горлов к главным осям вот это она то есть по-настоящему это закончится только на первом курсе института до этого в этой подшкольной программе есть нитки вы это будете учить все время на конкретных примерах и так далее на первом курсе это учит уже в общем виде но сейчас хотя бы давайте на конкретном примере давайте с в квадрате видите дальше минус 3с с в квадрате но вы уже знаете что у нас не модно писать 3с а как у нас модно писать? выделение полного квадрата у нас какое было? а квадрат плюс 2а б значит как надо? нет с квадрата все хорошо нет 3с писать нельзя не 3 а сколько? 2 умножить на с это нормально а дальше на что умножить? чтобы все-таки в результате было 3 на что? полтора конечно пишем 3 вторых 3 вторых так пишется дробные чертайки ровно посередине формы 3 вторых и пишется так чтобы не было водой давайте я задум а вы нормально пишете 3 вторых 3 вторых чтобы это было квадратом разности что надо дальше написать? 2с на 3 вторых дальше что? нет никаких подойдите к правой части доски нет правой не там посмотрите на форму а плюс б в квадрате кто играет здесь роль числа б? какое число? не любое у нас роль а играет с а роль б играет почти чуть-чуть ошиблись минус 3 вторых потому что у нас там знак минус роль в играет минус 3 вторых не понимаешь? у нас есть попытка использовать ту форму там где а там где б напишут минус 3 вторых значит там где б квадрат ну что написать? минус 3 вторых плюс 1 только не минус да а килограмма минус в квадрате плюс в квадрате это одно и тоже поэтому это написано просто знаете, сколько? 3 вторых 3 вторых сколько? 3 вторых это сколько? сколько? 9 discuss конечно ... Девять четвертых. Девятых пишется вот так, четвертых пишется вот так. Кстати, ребята, совершенно ничего смешного. Я тут недавно в Фейсбуке увидел одна знакомая, взяла и просто сфотографировала страничку текста ее ребенка. Ребенок вполне себе не дурак, не думайте об этом, абсолютно не думайте. То есть это было сделано не с целью у кого-то остановить. Рукописная страничка вообще нормальным человеком не читается. Просто какие-то абсолютно странные закворючки. Тем не менее, написано по-русски и он читает. Вопрос, почему? А потому что он очень много печатает. Он крайне редко пишет и поэтому уже забыл. К сожалению, это уже возникают. Люди, которые разлучиваются писать циклы. Это неправильно. Сейчас еще многие вещи намного быстрее написать кучки, чем набирать их на компьютерах. Итак, что мы сейчас сделаем? Давайте идем сюда и уберем. Цикл квадратный. Ну смотрите, 9 четвертых пока здесь где нет. Поэтому для баланса давайте напишем минус 9 четвертых. Вместо 5 четвертых. Понятно? Отлично. Теперь дальше решите. Плюс 3 четвертых. 3 четвертых. В квадрате. Минус 3 вторых В. Минус 3 вторых В. Ну и плюс 3. Это все должно быть больше такого номера. Отлично. Теперь смотрите, за что боролись. Вот это. Понимаете? И это так выглядит. Здесь для простоты разрешите вывести из 4 четвертых. В квадрате. Это будет В квадрат минус 2В. И что еще? Когда есть тройки, просто 4. Осталось чуть-чуть подумать и у вас не получится. Какой следующий шаг надо сделать? В квадрате. Неа. Я наоборот ее специально не знаю, чтобы стало легче. Надо запустить полный квадрат. Дело в том, что c минус 3 вторых в квадрате его уже не улучшишь. Это уже квадрат. c любое число. c любое число. Когда вы из любого числа c читаете в квадрате, получаете любое. Но вы знаете, что c минус 3 вторых в квадрате это больше или равно 0. Так что любое это любое, но любое это. На самом деле, если вы хотите решать задачу, то вы должны разобраться вот с этим. Вот это выражение, это квадрат. Правда? Значит, если я докажу, что вот это выражение не отрицательное, то на самом деле все будет. Правда? Давайте я это обравлю в крышку. А это почему? Почему b квадрат минус 2b плюс 4 больше или равно чем b? Чуть-чуть отойдите в бок, пожалуйста. Чтобы все видели. Так, господа, пожалуйста, все посмотрите на доску. Просмотрите, сейчас я ничего не убирал в доске. Посмотрите целиком решение, поймите его логику. Я начал с длинного скучного выражения. a квадрат плюс a b плюс b квадрат больше или равно чем b плюс b. Я потихонечку его преобразовывал. Ввел новую букву c. a плюс b попал. Затим образом выделил полный квадрат. После этого преобразовывал. Выделил c еще раз полный квадрат. Отдельно получилось выражение, зависящее только от c. а именно c минус три вторых квадрата. И отдельно выражение, зависящее от b. Если я докажу, что каждая из них не отрицательна, задача будет решена. 9 четвертых перенес вправо. Соответственно, получилось, что нужно доказать неравенство. 3 четвертых умножить на b квадрат минус 2b плюс 4 больше или равно чем 9 четвертых. Умножил обе части на 4, это делил на 3. Получил вон то. b квадрат минус 2b плюс 4 больше или равно 3. Вопрос, почему? Я доказываю неравенство. Поэтому нельзя говорить, что поскольку в задаче написано, то так должно быть. Мало ли что в задаче написано, можно не верхнее утверждение. Я доказываю неравенство. Я начал с достаточно сложной студии. Я доказываю, что это было 2 переменами. А и b. Сейчас получилась только одна буква. b квадрат минус 2b плюс 4 больше или равно 3. Как это доказать? Осталось буквально чуть-чуть. Там не есть только 4, а 4 больше 3, хватит 3. Нет, 4 может и больше 3. А b квадрат минус 2b. А мы можем 4 превысить правую часть, потому что мы можем сказать, что он больше 1, а 2b будет больше 2. Ну, квадрат положительный на 2b. Понимаете, смысл знаков больше? А? Одно число больше 2. Это неравенство. Это неравенство. Возможно, раз b образовалась, в квадрат минус 2b больше или минус минус 1. Ага. А это почему? Нужно доказать, что b квадрат минус 2b всегда больше или равно минус 1. Можно b квадрат всегда положить? b квадрат всегда положить? b квадрат всегда положить, да, да. А минус 2b вполне бывает отрицательным. Что . Б экономики plutôt наличь на 100. v не обязательно целы. То, что вы сейчас мне скажете, что для натуральных числа, когда b равны двойке, то 2 в квадрате, мне не важно, 2 это будет 0, для тройки 3 в квадрате, мне не важно, не будет вообще положительное число 3 и так далее, совершенно неинтересно. b любое число. Доказывать надо не только для натуральных числ, а для любого числа. Мы можем предоставить как b, а b не менее 20. Можем. И что дальше? Слушайте, я о вас узнаю потрясающие вещи. То есть, оказывается, простейшее неравенство вы вообще не знаете. Это написано уже, да? b, да, вы минус 2, больше минус 1, да. А если b минус, то... Если число b отрицательное, то, конечно, да, то все понятно. А если b положительное? А если b равно 1, то 1, 2, то б минус 1, то б минус 1, то б минус 1, то б минус 1, то б минус 1. Почему вы уверены, что эта точка, где минимум, это обязательная единица? Почему не будет? Нет, это самое маленькое число. Что? Самое маленькое число не существует. Нет, самое маленькое число не существует, но число, в котором функция принимает свою самую маленькую точку, вполне может существовать. И в нашем случае действительно, если вы вместо b возьмете единицу, это будет самое маленькое значение. Но как это доказать? Если мы предполагаем, что b это будет единица, то тогда у нас 1 минус 2, тогда будет это а, будет минус 1. Я думаю, что он должен иметь имя равной единице. Минус 1 минус, получается, что минус единица будет равна единице. Если значение будет 2, то получается, что там будет 4 минус 4. Вы уверены, что кроме натуральных чисел ничего не бывает? Это жутко, я имею в виду, когда вас якобы для удобства приучили в школе, что чисел кроме 1, 2, 3 не бывает. Ничего подобного. Бывают числа. Какие-нибудь там 73% — вполне себе число. Я шел по улице, летела стая каких-то там птиц. 73% были слева, 27% были справа. Нормальная ситуация. Почему вы думаете, что все числа обязательно только целые? Никакой у вас уже не хватает. Садитесь. Ребята, это беда. Просто беда. Да. Надо просто минус 1 будет перевести влево. Тогда у нас получается выражение 1 мы можем представить как 1 в квадрате. Так как единица в любой степени единица. И у нас получается формула сокращенного выражения. b- это b квадрат минус 2b плюс 1. Спасибо вам большое. Да. Теперь представьте себе, что мне нужно изложить решение этой задачи, но при этом на минимальном кусочке бумаги или, я не знаю, потратив минимальное количество символов, в общем, как-нибудь как можно короче. Ну, если я излагаю человеку, то, конечно, экономии никакой не будет, потому что человеку надо все равно рассказывать об этом выделении полного квадрата, а пусть я доказываю роботу. Господа, кто мне скажет, как написав всего лишь одну строчку, я мог бы доказать это самое неравенство. Вот у нас было то исходное выражение. Помните его? А квадрат, помните, да? Плюс АВ и так далее. Что мы с ним дальше делаем? Давайте я все уберу, кроме вот этого выражения. Вот оно. А квадрат плюс 2, а квадрат плюс АВ плюс вот это вот. Что мы с ним дальше делаем? А вот что. У нас было А плюс В пополам, это С. И потом выделилось С минус 3 вторых. Значит, писать надо так. А плюс В пополам минус 3 вторых квадрата. Вот то, что я сейчас написал, это в точности вот это. Дальше надо написать 3 четвертых. 3 четвертых чего? Вот этого В минус 1 квадрат. Вообще все. Смотрите, если работать с роботом, то вот это неравенство, это в точности вот это. А не бывает квадрат числа отрицательных. Не знаю, смысл поняли? То есть, доказали, что вы помните. Что при любых А и В выражение, которое состоит из квадрата и трех четвертых от какого-то квадрата. Что это выражение не может быть отрицательным. Вообще все понятно? Так, хорошо. Я чувствую, что желательно вам еще какие-то примеры внести на эту тему. Давайте это прямо сейчас сделаем.